Друзья, всем привет! Community First на связи. Неожиданное возвращение, но недавно, несколько дней назад мне пришло в голову восстановить все-таки этот формат, потому что мир меняется, жизнь меняется, все мы видимся реже, все мы переходим в телефоны, все мы переходим в онлайн-общение, многие на паузе, многие в мыслях и, возможно, что-то хорошее, доброе, какую-то почву для размышлений мы сможем принести вам благодаря этим видео. Поэтому Community First, новый выпуск, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну ты скажи людям, потому что я тебя очень хорошо знаю, вообще прям прекрасно, так же, как и ты меня, но, ну, наверное, есть люди, которые увидят бородатого мужчину и скажут, кто это вообще такой, что это такое? Дима Торзок Дима Торзок Что ты про меня скажешь? Дима Торзок Чтобы люди немножко знали, я человек в первую очередь, мужчина, уже видно, да? С бородой. Чуть-чуть танцую, чуть-чуть ставлю постановки, чуть-чуть веду большой коллектив, чуть-чуть хороший папа, чуть-чуть хороший хозяин. Ну, в общем, все по чуть-чуть, все по чуть-чуть. Уже давно, на самом деле, занимаюсь, ты их прекрасно знаешь, занимаюсь хореографией. Восемь лет я протанцевал в народном коллективе до 12 лет. После 12 лет я плюнул на это все дело, вообще никогда не хотел танцами заниматься. В 12 лет пошел на футбол. Прозанимался в нашем городском футбольном клубе, по-моему, два года тоже. Ну, в общем, классно было, на самом деле. Такие хорошие воспоминания. С детства вообще, вот что связано с футболом у меня. Да, потом вот как-то встретил такой один коллективчик, который в то время таких коллективов не было. Был только там народный, бальный, эстрадный, знаешь. А тут я увидел в таком маленьком составе коллектив, который они танцевали под такую модную хип-хоп музыку. Ну, я такой увидел их выступление, думаю, блин, вот это они круто танцуют, ты шо? Тоже так хочу. Ну, в общем, так крутилось-завертелось, и так я познакомился с этим коллективом, познакомился с моей будущей женой. И все, оно так закружилось-завертелось, и вот-вот я тут. Слушай, ну, ты прям такой, знаешь, показатель танцевальной карьерной лестницы. Увидел коллектив, пришел в коллектив, и через время стал руководителем коллектива. Да. Ну, можно так сказать. Давай самое главное, это все-таки, наверное, РДФ, РДФ, который на твоей кофте. Большой коллектив, можешь, пожалуйста, хотя бы назвать, сколько там людей, какое-то коротенькое описание. И самый главный вопрос, какие есть схожисти и различия коллектива с города Комсомольск и коллектива в киевских? Схожисти. Схожисти. Я думаю, схожисти в подготовке детей. То есть, наверное. А может быть и нет. А может и различия. А может и различия, да. Может и различия. Я думаю, это и классно, что у коллективов, допустим, ну, у нашего коллектива нету схожисти вместе с киевскими коллективами. Я думаю, это классно. Может быть, мы этим самым как-то и выделяемся среди всех коллективов Украины. Может быть, это и классно. Вот я схожисти, я тебе так вот не смогу прям вот сейчас сказать, чем схожи. Я же говорю, может быть, это и классно, что вот нету... Вот как, да, у каждого хореографа, я думаю, определенно есть какая-то база, как он готовит детей. Какая-то подготовка, как он готовит детей, да. И вот каждый хореограф, он же по-разному мыслит, по-разному делает, видение разное, да. Кто-то, допустим, много классов каких-то делает, прокачивает детей. Кто-то больше дает на какую-то базу, основу. Да, у меня тоже определенное свое видение. Я тоже по своему, как бы, все делаю. Поэтому я думаю, вот, как бы, схожестей, так как таковых, нету. Ну, может быть, это и классно, то есть, что все вот разные, все разные, у всех свое видение, как готовить детей, как делать какие-то постановки. Вот так вот. А схожисти киевских коллективов? Ты задумывался, есть какие-то между собой у них? Ты, в общем, выводишь меня на чистую воду. После нашего выпуска, понял, да, минус 1500 всех подписчиков, которые у меня есть в Инстаграме, вообще никого не будет. Сейчас буду... Или они задумаются. Или они задумаются. Ну, вот, на самом деле, сейчас уже больше коллективов киевских стараются как-то выделиться. Но я скажу, что это получается у них немножко неестественно, знаешь. Потому что они смотрят, допустим, на наш коллектив, который я не делаю. Да, я не делаю постановки, я не делаю работу для того, чтобы выделиться и быть какими-то необычными, знаешь, среди всех коллективов. Я просто это делаю, потому что вот я так чувствую, мне это нравится. Да, я не подстраиваюсь под формат какого-то фестиваля или под чей-то формат, под чьё-то мнение. Да, я это делаю, потому что вот я так чувствую, мне нравится. Вот я хочу тут, не знаю, там, побегать или стоять или ещё что-то. Я так делаю, да. То есть я не смотрю, нас там вот тут надо сложно поставить для того, чтобы эту хореографию заметили и поставили мне высокие оценки. Вот тогда это будет классно. То есть я делаю вот так вот, да. Но я думаю, я как вижу, что киевские коллективы вот сейчас очень много пытаются что-то вот сделать такого необычного, но неестественного им, неестественного этому хореографу. Да, и это настолько выглядит... Вот как я сказал? Неестественно. Неестественно, да, что, ну, немножко неудобно, блин, я думаешь, ребятки, ну, выжишь немножко вот в другом направлении. Ну, с одной стороны, это неплохо, это хорошо, когда человек ищет что-то, что-то пытается найти, что-то вот не стоит на месте, я скажу так. Но видно, что люди делают это для того, чтобы на них обратили внимание и заметили их коллектив или этого хореографа, или, да, или ту постановку, которую они делают. Я думаю, не для этого нужно делать, не для того, чтобы заметили, не для того, чтобы оценили, не для того, чтобы как бы погладили по головке. Вот ты какой молодец, да, вот такой хореограф, постановку такую классную поставили. А хореограф должен делать такую постановку, которую он, ну, которую он просто чувствует, которую нравится, и ставить это, да. Не смотреть и не сравнивать себя с другими коллективами в плане, что, в плане постановок, да, нужно сравнивать, нужно правильно оценивать свои силы, свои способности, возможности. Сравнивать в плане, хорошо сравнивать, что, ну, видеть, что, да, другие какие-то коллективы, они намного сильнее. Смотреть технику какую-то постановки, да, и сравнивать в хорошем плане, да, именно для сравнения, чтобы свою работу и своих детей тренировать и готовить вот на лучший уровень, скажем так. Тогда такой вопрос, Максим. Если ты говоришь, что не для того, чтобы оценивали, нужно делать. Да, да. Тогда какая твоя мотивация, зачем ты едешь на фестиваль? Ведь тебя же там будут оценивать. Да, я это прекрасно знаю. Ну, тоже, Саш, ты, в принципе, прекрасно меня знаешь, но не все зрители меня знают. Да, не все зрители меня знают. Вот я это уже сказал, что я это делаю, потому что мне это очень нравится, да. Мне нравится видеть моих детей, да, их, наверное, их трансформацию, их трансформацию не только как танцоры, но и как личность. Это мне вот предоставляет настолько огромное удовольствие, я просто кайфую, знаешь, когда вот ты видишь ребенка, который просто, ну, вот по твоим ощущениям никогда не затанцует. Вот он пришел первый год, и ты думаешь, о май гад, что ты тут делаешь? Просто иди займись легкой атлетикой, не знаю, чем-то, чем-то, только не танцами, пожалуйста. И ты видишь, что через время, да, под твоей систематической работой он изменяется. И ты видишь его глаза, когда ты ставишь какую-то постановку, они участвуют, едут на фестиваль, расстраиваются, радуются. И вот эта вот вся работа, знаешь, вот она настолько, вот я ради этого делаю, знаешь, ради детей, ради людей, которые со мной рядом и которых я учу. И вот мне, вот я это делаю ради этого. Ну, давай продолжим тогда еще немного тему коллектива. Мы же, типа, актуально общаемся с тобой, поэтому обязательно нужно спросить, как коллектив чувствует себя сейчас во время вируса, как руководители чувствуют себя, что происходит вообще. Будем на волне, будем на волне с тобой, ну, давай поговорим. Давай, а то как бы я думал спросить по поводу фестиваля, а потом думал, так еще куча месяцев не будут на них ездить, поэтому зачем у них спрашивать? Лучше о карантине. Как вы делаете что-то? Ну, как, в принципе, и все коллективы, все ушли на карантин. Все плачут, все ноют, что хотят на занятия, что всем очень скучно, да. У нас есть группы в Вайбере, да, в которых мы общаемся, каждая группа имеет, каждая танцевальная группа имеет свою группу в Вайбере, да. Это группа с родителями, мы с ними общаемся. Насколько сейчас проходят занятия, то есть мы сейчас высылаем разные уроки разного уровня, растяжки, силовые, какая-то техника. Вот это мы все отправляем в эту группу родителям, да, и дети уже смотрят самостоятельно и занимаются. Знаешь, может быть, это, с одной стороны, и хорошо то, что они сейчас дома, потому что они, может быть, научатся, знаешь, самостоятельно работать. Потому что я сам по себе знаю, что ты привыкаешь, когда ты занимаешься с тренером, у тебя мозг отключается. То есть ты полностью доверяешь тренеру, у тебя нету, вот, да, вот, я сейчас приду на тренировку, мне нужно сделать это, 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 да. Для тебя делает все тренер, он говорит, так, Макс, тебе нужно сделать это, так, вот это сейчас делаем, вот это сейчас делаем. Да, так же самое и наши танцевальные дети. Да, они так же само приходят на тренировку, они не думают, что, так, что я буду сейчас делать, так, мне вот это вот нужно, так, моя техника там не настолько... Они там, надо здесь подтянуть, тут подтянуть, тут подтянуть, да. Может быть, это сейчас и хорошо как раз, что они сейчас научатся работать самостоятельно. Я на это надеюсь, очень на это надеюсь, потому что это нашим танцорам и нашим детям не хватает. И вот сейчас, я думаю, наверное, проявятся те люди, которые детки, которые на самом деле, и они хотят. И классно, когда они сбрасывают там с Владимира на Максим Вячеславович, что сегодня мы делаем, а скиньте какое-то видео, а что делать, да? То есть, понятно, я думаю, нужно им еще самостоятельно научиться, но я думаю, так как это дети, то нужно немножко их как-то еще вести потихонечку. Ну, такая примерно у нас сейчас система. Бывает, проводим онлайн какие-то эфиры для них, для того, чтобы немножко их промотивировать. Ну, конечно же, самый лучший пример для ваших детей – это ваш личный пример, это самый лучший. Да, они смотрят на вас, они видят, да, если тренер что-то делает, значит, это так и надо, значит, это классно. Это самый лучший пример, который может быть вообще. Даже какой бы классный танцор бы не танцевал на экране вашем, да, на ребенке вашего экрана. То есть, это тоже определенная мотивация. Но если вы говорите одно, а делаете совсем другое, то это немножко не то, что нужно нашим детям. Максим, интересно твое мнение, кстати, по поводу онлайн-уроков и онлайн-обучения. Конечно же, онлайн-уроки никогда не заменят живое обучение, никогда не заменят. Но в нынешней ситуации, которая происходит вообще по всему миру, не то что в Украине, это, я думаю, ну, блин, нужно и необходимо. Потому что по-другому, по-другому мы сейчас и не научим, и не заработаем тоже, скажем так. То есть, в любом случае мы, какие бы творческие не были, мы тоже нуждаемся в каких-то финансовых, да, возможностях и финансовых потребностях. Обеспечивать семью, платить за квартиру, готовить, покупать еду, да, ну и все такое. То есть, это нам необходимо, скажем так. Я говорю, то есть, мы, я, я говорю. Тихо всем. Тихо всем. Блин. Ой, 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 сынники. В общем, да, то есть, нам, ну, не то что нам, и нам, и детям это сейчас необходимо. Ну, может быть, может быть, может быть, может быть, кому-то это, кто-то и не обращает на это внимание, может быть, думает, что это, может быть, для него есть период, чтобы там отдохнуть или как-то разобраться в себе или что-то наладить, как бы, не знаю. Ну, я вот вижу, что в данный момент это круто, когда появились очень много онлайн-уроков. Тем более, блин, Сань, вот мы тоже, ты когда-нибудь... У меня Николь радовалась от счастья, когда она побывала на классе Криса и Ларкина. Да. Она пищала, а когда он ей ответил на видео в сообщениях, она бегала, как сумасшедшая, тут по квартире просто и орала, я тебе говорю. То есть, это крутая возможность сейчас побывать на классах у многих иностранных хореографов, на которых ты даже и не мечтал побывать и не думал даже вообще в своей жизни. А сейчас, по-моему, очень много хореографов дают бесплатные онлайн-классы. Это очень классно. Но, с другой стороны, чтобы наш народ, знаешь, не привыкнул на халяву. Это тоже, как бы, нужно вот, знаешь, золотая серединочка. Вопрос такой, должен ли танцор правильно питаться? Вот твой личный опыт. И что такое правильно питаться? На самом деле, блин, Сань, ну очень много блогов, блин, то ты сам, наверное, видишь. И все, все это видят. Очень много блогов разных по поводу питания. И есть танцоры, да, иностранные. Я, кстати, не видел украинских. Или, может быть, я не слежу за такими украинскими танцорами, которые выкладывают всю свою жизнь. Что они кушают, что они делают, где они ходят вообще. Я думаю, это должно быть все стабильно. Вот не должно быть не стабильно, а вот middle, да, должен быть какой-то. То есть не должно быть такого типа, все, я ударился в правильное питание. Я все ем только зеленое, только овощи, и все, и больше другого, ничего, пожалуйста, нет. Ну вот в таком плане, да, не должно быть такого. Должна быть золотая какая-то середина. Должно быть и правильное питание, ну, по крайней мере, следить за этим, да. Но и вот, знаешь, бывает что-то хочется такого, или сладенького, наоборот, такого. Или вот, не знаю, или какого-то жареного, или во фритюре чего-то. Но этого не должно быть больше, чем здорового питания. Не должно быть. Я вот буквально недавно слез с одной диеты. С кококольной диеты у меня она была на протяжении, не знаю, наверное, лет пяти просто. Ребятки, тупо каждый день, по полтора-два литра колы. Я не представляю тебя без колы, честно. Серьезно, Сань, я сам не представляю. Не, я сейчас, смотри, у меня где-то, может быть, я могу себе позволить сейчас раз в неделю. А бывает, даже если я забываю, то вообще не пью, то есть. Но это чуть-чуть, я, то есть, не сразу, знаешь, все махом. Чтобы это не возвратилось мне, я не по 10 литров в день путевал. Сорвался. Сейчас я тоже, да, вот в этом плане, я не хочу, знаешь, чтоб такое было. Но сейчас я начал следить. Вот когда стал сейчас вот где-то третий месяц где-то, я уже занимаюсь, скажем так, и спортом, да. То есть и с тренером занимался до карантина. Сейчас сам занимаюсь и с семьей тоже занимаюсь, в общем. И оно как-то, знаешь, вот ты хочешь, не хочешь, оно само тебе как прививается. Когда ты занимаешься вот таким вот спортом, то здоровое питание, знаешь, оно как-то само. Ну, у тебя нет такого, итак, я сейчас начну питаться правильно. Все, вот с этого дня, погнали. Нет, вот ты как-то, когда у тебя такой активный образ жизни постоянно, я не говорю сейчас за танцы. Потому что это совсем другое. То есть спорт и танцы, это совсем разные вещи вообще. Но я думаю, это должно быть как-то в жизни вообще, у танцора. Это должно быть, должно быть быть, быть, должно быть. Должно быть, быть, должно быть. Естественно, да? Да, это должно быть вместе. То есть, потому что танцы не дадут тот результат, который дает спорт. И спорт не даст тот результат, который дает танцы. Поэтому должна быть золотая середина. И потом уже, знаешь, вот я заметил за собой, что у меня это уже выходит с меня естественно. Я там слежу за питанием, что я кушаю. То есть, да, бывает, что там какие-то там блинчики приготовим, и обязательно где-то есть довалялась какая-то звущёнка, да? Ты всё прям прям со звущёнкой затащил. А так как бы, ну, стараюсь, стараюсь сейчас. По крайней мере, вот последние где-то три месяца стараюсь вот следить за этим всем. Слушай, ну, мы так хорошо вышли на тему здоровья. Я вижу, ты сейчас каждое утро маржуешь, дыряешь. Ха-ха-ха-ха, да-а-а, старушка-а-а. Не думал, что буду маржевать. Вообще просто в мыслях просто не было. Вот это как-то, знаешь, вот как говоришь, с кем поведёшься, того и наберёшься. Вот чирва собака, видишь, посадил меня на это всё дело. И я теперь не могу высадиться с этого дела. В общем... Зачем это тебе? Как я говорил, что я начал заниматься с тренером в спортивном зале. Совсем другие результаты с тренером, чем ты сам занимаешься. Он тебе подскажет, как я говорил. Так же самое, когда ты танцами занимаешься. Когда ты сам занимаешься с тренером, это совсем вообще разные вещи. И он однажды предложил мне, типа, Макс, там есть такая группа в Кременчуге. Там что-то, ребята там маржуют, ходят каждое утро. В общем, какой-то известный боксёр на всю Европу тоже в Кременчуге. Он там показал мне страничку. Не хочешь попробовать? Ты меня знаешь. Я как бы такой человек, который... Блин, ну а чё бы нет? Попробуем. Давай попробуем. Ну вот первый раз там... Сначала было это раз в неделю. Сашка, раз в неделю. Я думал... Я думал, вот это раз в неделю буду вот купаться и мне будет достаточно. А потом как-то, ну знаешь, затянуло-затянуло. И сейчас, да, каждый день я купаюсь. Я не скажу тебе, что у меня есть определённая... Вот сейчас мысль и идея. Я на самом деле не исследовал эту тему вообще. Потому что это такая идеология огромная просто. Там много видео всяких маржей, которые свою идеологию там... Для чего они это делают? Что они этим хотят показать, добиться? Я это не исследовал вообще ничего, да. Меня тоже много спрашивают. Душок, как? Я это делаю, потому что мне это сейчас просто нравится. Мне комфортно это сейчас моему телу, моей душе. Вот как-то я думаю, вот это может быть закалка не только моего тела, организма, знаешь, а моего характера тоже. Может быть, в какой-то определённой ситуации, которая у меня возникнет в будущем, я не закипячусь, знаешь, и начну сразу там словесно как-то, или кулаками, или словесно как-то махать. А вот я, вот знаешь как, потому что это ощущение, знаешь, когда ты ныряешь и когда ты вынырвишь, у тебя сразу вот такое вот ощущение, знаешь, ну дискомфорт для твоего тела, и тело сразу как бы такое, типа, как это сказать, знаешь, бросает тебе шок, шок, знаешь, сразу. Для тела это шок, и он начинает сразу работать быстрее, все органы начинают быстрее работать, и из-за этого у тебя тоже такое. Да, а ты окунулся, спокойно, на выдохе выходишь и кайфуешь. Это, ну, вот для меня это сейчас классно, кайфово. Я ещё раз повторюсь, для моего организма, для моей души, для моего духа, наверное, это сейчас то, что надо, то, что мне комфортно. Я думаю, то, что это понадобится мне. Не знаю, понадобится ли, но может быть понадобится это в будущем. Максим Вячеславович. Окей, Максим Вячеславович. Да, детка. Can we play with you? Я тебе присылаю фотографию танцора или хореографа, короче, человека, связанным с танцем, которого ты знаешь по-любому. Но у него вот так вот вверх отрезан. Понок нету. Вверх по пояс? По нос. По нос. По нос. По нос. По нос. Отлично. Моя любимая игра будет. О! О! Это Киони, по-моему. Мадрид. Это твой ответ. Я просто жду твой окончательный ответ и присылаю тебе оригинал. Да, Киони, Мадрид. Что-то голову другую по-любому поставить. Это Киони! Давай чуть сложнее могу? Класс. Вторая вселенская звезда танцев. Это для тебя совсем не было вызовом. Ладно, давай усложни мне немножечко. Окей, окей. Задача со звездочкой. Что? Давай. А, так это ж наш украинский. Это ж Бондарь Максим. Это твой ответ? Ладно, давай еще сложнее. С каждым шагом сложнее и сложнее. Готов? Так, сейчас загружается, Сашка. Загружается фотография. Пожалуйста, быстрее загружайся. Так, мне прогрузилась фотография, Сашка. Давай. Это мой любимый хореограф. Как-то его Мечнум. Почему ты так решил? Мечнум. Ну, по мерзким. Узнал его по мерзким мультикам. Ответ? Нет. Хорошо, я уверен, что с этим человеком у тебя будут сейчас проблемы. Да ладно, это же Полиша Иванюк. В смысле, почему? Я узнал по ее. Узнал по сексуальным губкам ее. Это так просто? Да. Опять ты монстр. О, можно было так, блин. Я втыкнул. Ты втыканый. О, так классно вообще. О, так надо было записывать. Ну ладно, ладно. Хорошо, давай, давай, я найду твое слабое место сегодня. Следующий танцевальный герой. Это Сережа Сивак. Как ты это делаешь? Почему ты понял? Почему? Ну, есть у него индивидуальная такая вот шкульная скула. Шкульная особенность? Шкульная особенность. Окей, let's go. О, это же Ковтушечка Максимка. Почем ты понял? Почем? Что за слово? Как ты понял? Ну, во-первых, татушка. Ну, во-вторых, его сексуальная волосатая грудь. Ладно, да, это неоспоримо. Это молодой. Молодой жеребец. А этот человек? Юрич, это Энтони Ли. Ты знаешь эту фотографию? Почему такая уверенность? Нет, не знаю, я по бородке его узнал. А по положению тела? Ты узнаешь ее по бородочке. Смотри какой. Окей, еще есть два человека. Ну, шо? Это сосед твой со второго. Стас или Боша? Блин, вот этого не знаю, Юрич. Вот это ты тут постарался. Так, а репортер где-то эту фотографию где-то нарыл в интернете. Ого. Какой-то худощавый. Давай просто, что ты видишь? Я, значит, не знаю этого человека. Это вообще не хореограф, наверное. Ну, кем он может быть с такими худыми руками? Ну, какой-то атлет. Что еще? Давай, чисто детективным методом ты поймешь. Репортер. Юэй. А, значит, это какой-то украинский, значит, если ты нашел на украинских сайтах. Может, это Зулу? Это твой ответ. Это мой ответ. Нет. Блин, вообще просто. Сашка, тут у него подлобил ты. Финальный, поехали. Ой-ой-ёшеньки. Симбал. Максим. Вячеславович. Ну, так не честно. Я думал, тебе будет хоть что-то сложно. Ну, хотя бы одного мы нашли. Да, хотя бы одного, вот. Слушай, а что это за фотка последняя? Это смысл Владисенко. Поменялись очками и сфоткались. Это когда я отращивал себе хендлбаттеры. Была небольшая борода. Вместе с усами. Я почему-то бороду сбрил и оставил усы. Ты для меня это один из самых первых важных педагогов в жизни моих. Поэтому, в связи с твоим этим опытом педагогическим, хотел спросить именно твое мнение. Что для тебя лично в педагогике самое важное? Вот с того периода... С того периода... Какого периода? Вот с периода, когда ты родился. Главное, прежде всего, чтобы человек был на своем месте. Я очень много вижу ребят, которые пытаются за кем-то повторить, что-то сделать. Допустим, видят, что человек успешный. Это ему приносит очень много денег. И он начинает повторять. Он хочет чей-то успех. Но не пытается найти что-то свое. И как-то быть самим собой. Найти себя и свой путь в жизни. Самому понравилось. И вот пытаясь повторять за кем-то постоянно. На самом деле, это нужно в каждой профессии. Любая профессия. Педагог в школе. Доктор. Не знаю, сварщик какой-то. Везде должен человек быть на своем месте. Так же само педагог. Педагог должен быть на своем месте. Это должно быть его призвание. Не просто то, что он увидел, что какой-то человек успешный в этом. Он классные постановки делает. У него классные дети. И вот я буду таким же, как и он. Это хороший пример и это хорошая мотивация. Но я думаю, не все должны быть педагогами. Это прежде всего. Ты не засыпаешь, Саш. Я настолько скучно рассказываю. То есть, за все время педагогики ты понял, что как бы не все могут быть педагогами. Да, примерно так. Примерно так. Но это, я думаю, примерно как у меня, допустим. Я не сразу понял, что я хочу быть педагогом. Это у меня пришло с определенным опытом и с определенным временем. Все эти постановки и всю подготовку, которую я сейчас вкладываю в детей, в детей, это все пришло со временем. Я думаю, да, многие и в юношеском возрасте, может быть, поняли, что они педагоги, у них это классно получается и у них все супер, да. Но вот у меня пришло сейчас в этом возрасте и в этом возрасте. Я понимаю, что я хочу от детей, я понимаю, как тренировать детей, что им сейчас давать, какая им техника в данный момент нужна, какие постановки. Вот как-то это приходит с пониманием и вот сейчас это у меня. То есть это у меня не было, допустим, даже лет пять, может, назад, лет десять назад. Сейчас очень много, я не знаю, от чего это зависит, может, в силу моего возраста просто, потому что многие достигают таких успехов, ну, как я. Таких успехов, да, а такого опыта в раннем возрасте, да, и это классно очень. Ну, вот у меня сейчас вот в этом возрасте я только начинаю понимать это, чего я отхочу детей, как их тренировать, ну, это как я говорил до этого, и что им давать. Хорошо, Максим, такой вопрос, на самом деле Саша мне его подсказал, тоже очень часто задается таким вопросом. Звучит он так, может ли профессиональный хореограф работать без вдохновения? В твоем деле? Я думаю, может. Это сложно будет, это не будет такая работа, которая с вдохновением, но я думаю, может. Потому что у меня, как бы, опыт тоже определенный есть по поводу не вдохновленной работы, потому что много моментов, которые просто нужно делать, потому что тебе, ну, это нужно сделать. То есть в данный момент, в данной ситуации нужно обязательно это сделать, то есть, но вдохновения у тебя нету, нету желания, даже, знаешь, бывает, но для твоей работы. Это неплохой тоже, я думаю, опыт, потому что, конечно же, работать с вдохновением намного легче, да, то есть ты слышишь музыку, у тебя льются движения, у тебя идея, и все, и ты просто, ты, ну, варишься в этом. И у тебя движения, идея, рисунки у тебя изливаются из тебя, и просто ты постановку делаешь за пару занятий. Что очень редко у меня бывает, очень редко у меня бывает, практически никогда, всегда вырыгиваешь, рыгаешь, в зале часами сидишь для того, чтобы что-то придумать, какие-то рисунки, какие-то идеи, постановку. Ой, а так вообще, я думаю, это классная практика, тоже работать без вдохновения, но никому не рекомендую и не советую так работать, конечно. Многие не знают связи некоторых людей с тобой, я просто назову сейчас этот список, и после этого кое-что тебя спрошу, смотри. Аня Маздер, Мураха, Сергей Сивак, Влад Рудницкий, Максим Бондарь, Настя Щербак, Саша Путилов. Это всё люди из Рэма Дэнс Фэмили, из РДФ, школу, которой вы со святой руководителем. Это люди, которые двигаются, которых видно, что что-то происходит. Вопрос к тебе такой. Как ты относишься к этим людям, и сложно ли вообще отпускать птичек из маминого гнезда? Я думаю, любому педагогу, знаешь, который выращивает своих птицов, нелегко отпускать их. Но приходят такие обстоятельства и такие ситуации, что нужно это сделать. И я только сейчас это понимаю, что да, наверное, любого танцора я готов отпустить, зная, что вот он, наверное, будет правильным танцором и будет вести какую-то такую светлую мысль, что ли. Ну вот что-то такое не так, как у всех, да. И вот я сейчас понимаю, любого танцора, которого я сейчас тренирую, я готов отпустить. Если, конечно же, он уходит мирно, да, вот скажем так, мирно. Очень-очень у меня появилось большое желание, чтобы люди знали, что, типа, они ходят к этим людям на занятия, они считают их каким-то примером для себя, ну не просто же так туда приходят, чтобы они знали, что эти все люди связаны одним руководителем, человеком, который, может, не то что воспитал полностью у них этого педагога, но точно дал какую-то серьезную основу для этого всего. Я хотел просто, чтобы люди видели, что вот этот человек вот сидит. Вот то, что все, что я назвал, это вот, я считаю, дело рук вот этого вот человека, который сейчас со мной разговаривает. Мне очень хотелось, чтобы люди это знали. Я очень рад, конечно, кто связывает свою жизнь с танцами и имеет какой-то успех. Для меня это не представляешь, какая гордость, знаешь, вот сидишь там или в клипе видишь, или, не знаю, Сашка, там твои видео смотришь, смотришь, что ты делаешь, какую инициативу проявляешь в Киеве, за Бондаря, за всех вообще, и клипы, и выступления, М1, Монатик, все это смотришь и видишь, что там твои танцоры, и ты, ну, очень-очень такой, знаешь, делей на сердце, очень классно, радуется сердце очень-очень. Хорошо, я предлагаю именно такой хорошей ноте завершать. И последнее, что я тебя попрошу, вот ты говорил про мотивацию молодежи и так дальше, вот для такой же мотивации мы с тобой сейчас тут и сидим, может быть, ты что-то в конце можешь сказать всем людям просто, которые это смотрят. Блин, не думал об этом, не думал никогда такого, чтобы говорить, что-то мотивировать. Но знаешь, вот какие-то слова появляются в определенной ситуации, то есть ты, когда готовишь, допустим, своих танцоров на фестиваль, да, вот эти слова приходят сами, что сказать в данной ситуации, или, допустим, да, у них какой-то серьезный образ, и ты настраиваешь их на образ, рассказываешь им, и слова приходят сами. Промотивировать людей на самом деле очень сложно. Пока человек вот сам не поймет, что важно и нужно для него, какие бы слова он не услышал и что бы он не услышал, ему очень сложно будет поднять свою задницу и стать что-то делать. Это будет очень сложно для него. Вот он пока не поймет, да, это важно для меня. Я буду делать, я буду это танцевать, этот стиль, я буду двигаться в этом направлении, я буду работать по контрактам, я буду педагогом, я буду танцевать по танцовке у монатика. Вот пока он не захочет этого сам лично, какие бы слова бы я сейчас красивые не визуализировал, что бы я не говорил, он реально просто не сделает этого. Все. Видишь, видишь, таким объяснением, что ты не сможешь ответить, ты все-таки и ответил. Красиво. Я молодец. Максим, спасибо тебе большое. Это прям было прекрасно. Спасибо, Сашка. Да, классно поговорили, пообщались. Честно, я на самом деле, вот, ну, когда подумал об этом, мне стрельнуло в голову сразу картинка, вот, тебя, больше никого. Ты и все. Ты сейчас должен быть. Вот почему-то, не знаю почему, но вот так, как ты говоришь, почувствовал. Спасибо, что пригласил, да. Очень приятно, было неожиданно и ссыкотно. Все, пока-пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...